Сегодня поиграем в шпионов. Расскажу, как изменить голос до неузнаваемости. Пока подобным программам далеко до электроника, который пел голосом Робертино Лоретти, но узнать ваш голос действительно будет невозможно. Невозможно рядовому слушателю, но совершенно без проблем для товарища майора, но об этом в конце. Начнем с хороших новостей. Клоун Фиш. Рыбка Клоун. Отличный комбайн, красивый и бесплатный. Работает, правда, только под винду. Значит, скачали под вашу систему, она у вас процентов на 95-64 бита и установили. Теперь программу надо запустить. Значок появляется в трее. Двойной клик выключить-включить. Ну или по правой кнопке мыши вот здесь можно выключить-включить. Значит, основное окно, ради которого создавалась программа «Установить смены голоса». Тут несколько предустановленных настроек, ну то есть он типа сразу все меняет. Вот так примерно. И здесь вы можете вручную изменить высоту звука. Тут весьма прикольные, но плохо воспринимаемые на слух пресеты с генерацией звука. Еще ряд дополнительных пресетов, которые в основном просто добавляют эхо. А тут просто басы и высокие. Ну, добавить красоты, что называется. Весьма удобно, пока вы разбираетесь с программой и выбираете, как именно вы будете изменять ваш голос, поставить вот эту галочку «Слушать микрофон». Вы будете слышать все, что говорите в микрофон уже в искаженном виде. Теперь, что касается самого микрофона. Может такое быть, что у вас ничего не будет работать. Потому что в системе несколько микрофонов и по умолчанию он берет тот, что по умолчанию. Это выбирается здесь. Выбираете тот, который вы говорите. А если его здесь нет, то вам нужна системная интеграция. Какой-то микрофон по какой-то причине может быть не install. Сейчас давайте я его отсюда удалю. Вот так может быть. Ну, соответственно, если он не install, то его надо install. И потом уже выбрать в микрофонах как основной. Соответственно, когда вы все настроили и вам все нравится, убираете «Слушать микрофон», проверяете, что программа у вас включена. И теперь на этом микрофоне у вас будет постоянно висеть искажение голоса. Записываете ли вы звук или, например, общаетесь в зум, голос будет идти с искажением. Ну, просто тут в зуме должен быть выбран тот микрофон, на который вы повесили искажение. Словом, выглядит все достаточно мило и создает иллюзию защищенности. Но нет. Вот я закинул пару треков в монтажную программу. Узнать мой голос тут невозможно, но можно кинуть, например, эффект «Пич», с помощью которого исказили голос и вернуть все как было. Ну вот, примерно вот так. А здесь… Примерно вот так. На скорую руку, если бы я посидел пять минут, сделал бы почти идеально. Таким образом, все эти готовые пресеты являются очень слабой защитой от дианона не только со стороны правоохранительных органов, но и просто человека, который немного умеет работать в DaVinci хотя бы. Поскольку алгоритм, с помощью которого голос изменили, понятен и его можно раскрутить обратно. То есть изменили собственный голос, потом восстановили, сохранили пресеты и прогоняете все остальные голоса уже через них. Чуть сложнее, когда вы вручную меняете «Пич». Просто потому, что товарищ майор не знает, насколько вы этот «Пич» накрутили. Это не готовый пресет. Но тоже посидев неделю, поэкспериментировав, товарищ майор, хотя нет, это дуболомы, какой-нибудь товарищ сержант будет прекрасно чувствовать, насколько накручен «Пич». Можно попробовать комбинацию эффектов. Тут их можно добавить до четырех одновременно, но, во-первых, раскрутить их обратно тоже вполне возможно, а во-вторых, при комбинации эффектов результат становится практически невоспринимаемым на слух. Таким образом можно резюмировать, что никакой серьезной защиты от Дианона подобной программы вам не дают. А вот эта функция тут полезная, отсекает шумы. Либо используйте собственную комбинацию эффектов со своими настройками и кидайте их, например, в ОБС. Там вроде есть такая возможность. Либо используйте генераторы голоса. Тут, кстати, есть. Напечатали. Интер. Проговорили голосом Павла. Привет. Не очень удобно, но Дианон невозможен. И тут выбор голосов и куча языков. Ну а мы ждем, когда голоса можно будет не только изменять, но и подделывать в прямом эфире. Модель Ти-800 прекрасно умела это делать, а появилась она как раз в районе двадцать четвертого года. При этом технология у Скайнет была, возможно, еще раньше. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вололомов и Теплица социальных технологий. Вололом. 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 Вололом.